Салют, гайз! Это новый выпуск на канале Чердак И мы ведем свой репортаж прямо из гаража Gorilla Power Который находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния Сегодня я покажу в выпуске, как преобразился наш корвет Катюнь, давай ко мне, прыгай скорее сюда Этот пикап стоит 120 тысяч долларов И в нем 755 лошадиных сил Погнали покатаемся? Ну что, друзья мои, вы долго ждали продолжения проекта с корветом И сейчас мы со славой к нему уже приступаем Пошлите, я расскажу и покажу, что здесь у нас происходит Наш корвет полностью готов к тому, чтобы мы начали его клеить Здесь все детали пройдены Салон весь готов Под то, чтобы мы сюда поставили новые ковры Здесь у нас лежат новые ковры, которые мы купили специально, которые вклеиваются все То есть в родные штатные места Вот эта штука мне стоила, блин, примерно баксов где-то 250-300 Я сейчас уже не помню Мы выбрали вот такого вот цвета Ярко-красный он называется Red Hot Road Ледочка, она нереально сочная На свету смотрится просто огнище Крыша у нас у этого корвета будет черная Она не просто черная, она такая с отливом прям очень классным То есть мы будем вот это делать на крышу Вот эта часть у нас тоже будет черная Все остальное красное Есть еще проблема с передним бампером Ребят, это прям засада Как я так мог лохануться, я не понимаю Вот этот новый бампер 450 долларов Заказал я его еще полгода назад Он должен вставать вот в это место Он как бы встает Здесь нормально все по зазорам Но вы видите в чем проблема, нет? Нет, не видите У нас здесь нет продолжения у этого бампера Соответственно этот бампер, блять, он не отсюда Просто этот бампер от Стим Грея, от другого кузова Корвета Как я мог лохануться, я вообще не понимаю Работа с Корветом начинается у нас прямо сегодня и прямо сейчас Слав, расскажи пожалуйста, друг мой, что ты собрался делать? Так, мы начинаем клеить морду У нас морда будет состоять из трех частей Будем делать с нахлестом Ребят, реально, работа по морде очень сложная Здесь охренеть какие огромные, длинные, большие крылья Поехали Первая деталь поклеена Ну реально, цвет смотрится огнище Слава справился где-то минут, наверное, за 40 Ребят, с черной крышей он будет смотреться огненно просто Перец чили будет, короче, а не тач Да, да Слав, ты готов сегодня остаться в ночь, в ночную смену, чтобы вот доделать максимум все? Ладно, сколько успеем, столько наклеим Ребята, у нас новый день наступил Слава за вчерашний день поклеил весь автомобиль Ну как весь? Почти весь автомобиль Сейчас, Слав, что ты делаешь, друг мой? Так, мы теперь делаем крышу Очень красивый цвет мы взяли, ребят Он вот такой вот с перламутром, смотрите, прям переливается весь, нереально круто Ребят, пока работа с корветом кипит у нас и скоро вы увидите, как он преображается Я хочу вам рассказать про спонсора данного выпуска Это автоспот.ру Автоспот.ру Самый удобный способ покупки нового автомобиля Сервис абсолютно бесплатный Проект создан для экономии времени, сил и денег Работает автоспот только с официальными дилерами И помогает провести сделку Что исключает возможность нарваться на мошенников Автоспот постоянно развивается Каждый день добавляются новые и новые города Автоспот.ру Это гарантия того, что вы найдете лучшее предложение на рынке По самой выгодной цене Ну а если вас не интересует покупка нового автомобиля в ближайшее время Но вас интересуют тест-драйва, обзоры и прочие исследования про тачки Тогда я рекомендую вам посетить блог компании автоспот.ру Там вы все это найдете с легкостью Итак, ссылочки на автоспот.ру я оставляю в описании, друзья Погнали дальше Слав, ты там что, доклеил уже? Я иду проверить Друзья мои, тут к пацанам в LNC приехала машинка очень интересная Я даже не знаю, там она run and drive или нет Ребята, как-то на моем канале в одном из выпусков была информация, что ребятам приехал сюда Gallardo Lamborghini Так вот, вот это владелец этой Gallardo Который купил еще одну Ferrari Вот эта машина идет только на запчасти У нее тайтл невозможно восстановить Поэтому ребята ее берут С нее снять коробку и двигатель На что они будут ставить, я не знаю, честно Брос, ты реально думаешь, что ты ее заведешь? Сейчас попробуем О, трындец вообще, смотрите Это просто полный пипец Нет у нее целых деталей, кроме сидений Ребят, тут, короче, мясо на самом деле Вот здесь проводка скрученная Я даже не уверен, что она сейчас заведется Итак, ребята, подключили, короче, питание Пока один Jump Starter Но может его не хватить, потому что таким машинам нужно два обычно Ты два будешь вешать? Может, третий даже придет Офигеть можно Пока машинка не заводится Ребята решили попробовать третий бустер, короче Сейчас посмотрим, что будет из этого Работает, короче, завелась нормально Но я же знаю свои Феррари, елки-палки Машинка не хочет ехать почему-то Она дергается, но не едет Ну вот твою дивизию Пока вот стоит отвлечься, ребят, пока там машина Феррари приехала Спускаемся Тут, смотрите, Слава уже начал капот клеить Братюнь, ты вечно вперед паровоза вообще А только стоит отвлечься, ну все, уже поклеено План быстро поменялся Короче, я еду сейчас на Мурана Будем поцеплять Феррари к Муранычу и стаскивать Говорит, водитель этого трака Я водитель Я говорю, no problem Я в предвкушении тюнинга от пацанов Потому что чувствую, что Мураныч может слететь нахрен отсюда Ты хочешь сказать, что вот это Феррари, это Микки Маус? Полный Микки Маус Почему? Твои доводы, давай А жопу, во-первых, грели, вытягивали А, да, видно, да, вижу Да, я вижу, что капот его тоже грели Ну, то есть они пытались создать иллюзию того, что это целый автомобиль Ну, чуть она ездит там и все нормально Ну, то есть они ее сделали run and drive Да И выставили обратно Копорт Ну, он заплатил за нее, по-моему, 43 плюс виз и продал ее за 39 тысяч Отлично, круто, Феррари за 39 тысяч Видите, ребят, даже перекупы иногда попадают Слава доклеил капот Сгибы стали видны, то есть он уже На черном цвете все-таки такого не видно Хоть он и был темный-синий Но сейчас прям капотик идеальный Здесь у нас получилась следующая история Мы понимаем трезво Если мы снимаем эти молдинги Мы их потом обратно не поставим Поэтому мы здесь все это закрыли со Славой И все это прокрасили и покрыли лаком И завтра уже будет виден просвет Потому что Слава сегодня планирует доклеить всю эту историю Завтра будем собирать В нашем гараже появился еще один Ford И этот Ford, ребят, даст фору многим Это машина моего партнера Андрея Он прикупил этот Shelby примерно где-то за 100 тысяч долларов Итак, что мы имеем Здесь двигатель 5 литров V8 с компрессором 755 лошадиных сил И по техпаспорту эта тачка разгоняется за 3,6 секунды до 100 км в час Мне очень интересно, как на нем ездить Погнали прокатнемся Ну в общем, наше приключение начинается Точнее мы отправляемся на тачке вдоль океана прокатнуться Первые впечатления, Слав, какие Высоко, очень как в башне сидишь Ребят, короче, чтобы вы понимали Ты сидишь в автобусе на втором этаже И у тебя визжит компрессор, как хрюшка Это просто жесть какая-то Ты понял, страшно Очень ссыка там, бля Ребята, у моего партнера Андрея есть компания, которая называется Freedom Roads Так вот, что он делает? Он делает туры по оффроуду И делает различные туры с классикой, маслкарами, со спорткарами Так вот, вот эту тачку он купил специально для оффроуда У меня, честно, я вам скажу Блин, нога на газ не опустится, когда я съеду на ней на бездорожье 120 тысяч долларов, и я явно в ней перевозить какие-нибудь покрышки или масла точно не буду Обратите внимание на салон Это обычный Ford F-150 Здесь дорогие вставки с карбоном и всякие финтиплюшки Чтобы машина подорожала с 25 тысяч долларов до 120 Нужно постараться А здесь горячо 5 литров V8 с компрессором 755 лошадиных сил Синий компрессор добавляет шарму, конечно, к синему цвету по кузову Давайте посмотрим кузов все-таки Для чего он создан, а? Здесь все очень и очень пафосно Вот это открывается из салона с кнопочки Здесь, как видите, все просто в обивочке Цемент возить здесь явно нельзя Но, если у вас проблемы с ногами У вас есть вот такая штука, которая вам поможет Вам же нужно облокотиться еще обо что-то Мы здесь достаем вот это Итак, пошли за серфом Заходите сюда-сюда, берете лопаты, короче, и закидываете щебенку Но можно этого не делать Можно просто возить с собой серф И время от времени кататься Что и делает Андрюха Короче, тачка эта, на мой взгляд, больше имиджевая Нежели чем реальная для оффроуда На ней ссыкотно ехать, да Потому что он высокий Но это дело привычки Но то, что он наваливает Это факт Я делаю это, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд 120 миль в час сейчас, думаю, очень круто Конечно, кайф есть, прям безусловный Но самый главный кайф в этой тачке Это то, что все на тебя смотрят со стороны Все американцы, особенно в возрасте дяди Они понимают, что эта тачка, блин Это охренеть, какая крутая машина Я, честно, даже завидую Андрею Может, пикап замутим все-таки, а, ребят? Че, давайте, пишите в комментах F-150, Тундру, Рам или Кадиллака взять Эскалейда Ух, поехали в горы Фу, ну что я могу сказать Охрененно крутая тачка Ощущения от нее страшные Ну, потому что он может много Реально может, вы видели Он сейчас, он просто прокручивает колеса И херачит дальше Даже несмотря на то, что у него стоит оффроудная резина Ford F-150 Ладно, мы приехали в гараж На Форде предлагаю закончить Погнали посмотрим, что нам осталось делать с корветом Мы делаем то, что любим И любим то, что делаем Ребят, в прошлом выпуске я показал вам Как мы отремонтировали это место И я хочу еще раз поблагодарить всех тех Кто принимал в этом участие Огромное спасибо пацанам Которые мы рисовали эту гориллу здесь Многие из вас оценили это Поставили лайк Написали комментарий Спасибо, ребят Это был крутой ролик Попал в тренды Многие из вас заметили Что наш логотип Горилла Пауэр Очень сильно смахивает На энергетический напиток горилла Мол, многие написали Что чувак, ты украл логотип Или там у вас плагиатничали Я хочу сказать одно Ну и че? Че, я не могу взять чужой логотип И повесить себе в гараж? Кого продвинули А кто реально смог Имея в арсенале только амбиции Представлять столицу Итак, друзья мои, конечно же Я пошутил И сейчас попытаюсь Снести разъяснение Горилла Энерджи Работает с различными Медийными личностями Например, в спорте У них амбассадор Это Хабиб Нурмагомедов Ну, а мне приятно Осознавать то, что Горилла Энерджи Выбрали меня В качестве амбассадора В автоблогинге И помогли мне Открыть это место И это, ребят Все вообще В целом, что происходит Все благодаря вам В новом месте Будут новые проекты И это все В новом году Куча новых тачек Реанимация Как вы любите Утопленники Неутопленники Короче Планов очень много Но это Дальше А сейчас Погнали я покажу вам Каким стал наш корвет Как он изменился Он помолодел Лет на 20 Ребят, вот он Виновник Этого торжества Как я сказал Уже Слава Несколько дней Здесь Краполил Над ним Как вообще Ты доволен Проделанной работой? Я, да Да? Мы с этой машиной Уже все На ты На ты Ребят, это правда Ну, согласитесь Тем, что Эта тачка Еще буквально Там, 5 дней назад Выглядела Как уродское ведро Которое Ну, просто Облезло И все Сейчас Эта машина Выглядит Просто на Несколько десятков Тысяч долларов Дороже И, да У нас Приехали Новые сидушки Мы Мы со Славой Подумали Что сюда Ставить старые Седла Не камильфо Они реально В ужаснейшем Состоянии И переделать их У нас Потратило И время И деньги Поэтому Мы заказали Сюда новые сидушки К нам Приехали Вот такие Опупенные Седла Которые По размерам По всему Здесь у нас Встают Пока Не встали Панели Но Это уже Другая история Ребята Мы дальше Будем собирать Этот корвет Ну, а сейчас Я хочу Попробовать Его завести Потому, что Я тут Недавно Помыл Двигатель Но я Сегодня Купил Новый аккумулятор Поэтому Сейчас Мы попробуем С вами Так Ставим На паркинг Ну, что Протюня Работает Так Отсюда Еще надо Вылезти Потому, что Это очень Неудобно Ну, что Я предлагаю На самом деле На нем Попробовать Прокатнуться То, что Он завелся Это хорошо Слав Ты готов? Погнали Кайфы Давай ко мне Прыгай Скорее Покатемся А что Нет Погнали Ребята Старик Ожил Нормально, да? Нормально При условии Сидень Не прикручивайте Назад На концу Откидывай Да, ребят В общем Мы с вами Видим Прекрасно Что Дед Ожил Реально Дед Ожил И Выглядит Он Теперь Реально Круто Мало того Выглядит Он еще и едет Ну Едет Конечно На свои 40 лет Не сказать Что это Феррари Но если их рядом Поставить Выглядеть Они будут Точно не хуже Но Он будет выглядеть Не хуже Чем Феррари Итак Ладно На этом я Пожалуй Подведу итог Я хочу сказать Огромную Просто Благодарность Славе За все его Труды За всю его Помощь Постройке Гаража Постройке Вот этих Машин И проектов Слав Спасибо тебе большое Слава Красавчик В общем Ребят Корвет Будет преображаться Дальше Мы поставим Выхлоп Соберем Салон И все 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 Доделаем И об этом Будет отдельный Выпуск Ребят Спасибо всем Огромное Кто досмотрел Этот выпуск До конца Подписывайтесь На канал Если вы еще Этого не сделали Пишите комментарии Ставьте лайки Нам со Славой Это Нравится Это мотивирует Нас продвигать И развиваться Дальше В общем Друзья мои До скорых встреч Увидимся До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok